...ковалёва Женчугула, ставочек графини Шевелетина. С фонтанным домом связана Анна Андреевна Ахматова. Она немало людей прожила, правда, уже в коммунальной квартире, в одном из флегелей этого дворца. Она и называла его фонтанным домом. Сейчас это в здании филео-музея музыкального и театрального искусства. И есть отдельный музей, посвященный жизни и творчеству Анны Ахматовой, по которому, кстати, завтра день рождения, 23 июня. В конце XVIII века начинается сооружение гранитных мабережных фонтантов. В то же время берега реки соединялась в семью каменные трех пролётных на мостах. Эти мосты справились по образцовому проекту, то есть были все одинаковые. Их средняя часть была деревянной и разводилась для пропускомачтовых судов. Почти все мосты той серии тоже были перестроены. Перестроил свой мост, который он отходит в наш теплоход. В наше время он называется мостом Геленского. А этого первоначальное название Симеонский. Какое название он получил отцеп? Сейчас справимся, но и у меня. Волоняется церковь Симеона, Богоприемца и Анны Пророчицы. Она сохранилась в 30-е годы до XVIII века. Средний пролёт моста, под который пройдёт теплоход, когда ты был деревянным, а разводный. Симеонский. 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 Чинезель, итальянский церковой артист, наездник, драссировщик. И вот на его память я до сих пор носит наш цирк. Первый специально армикальный астер в России. Этот сайт не появился в XIX веке. До этого в стране наши сантимулировали только киши пито. То есть временные, передвижные цирки. И здесь работает уникальный музей России, единственный музей церкового искусства. А вот стоит наш церковь на месте большего слонового двора. В 40-х годах 18 века здесь жили 14 слонов. Гранит на набережной тогда эти еще не было, и прямо здесь слева сделали деревянный настил спуск в реке. Все эти слоны могли одновременно в контакте купаться. А тогда река была намного шире. И вообще-то было давно, в 18 веке. У наших 21-го слоноведкие гости в городе. Слева по горку, впереди Михайловский замок. Видите, развивается российский план, а когда-то там поднимали императорский штаб, да? Пожалуй, есть в городе другого старинного здания, которое было бы окутано таким туманом легенд и тайн, как это. Когда-то на месте этого замка стоял огромный деревянный летний дворец Елизавета Петровна, дочери Петра Первого. В том дворце у Екатерины Алексеевны, будущая императорица Екатерина Великой, родился сын Павел. По молодости-то произнесет пророчество и праздник. А здесь я родился, на этом месте хочу и верить. Когда сама Екатерина умирает, он приказывает новители за это право снести и строить этот замок. Построили его по тем меркам быстро, за грязь небольшим годом. И не успели, чем просохнуть стены, а операторская семья уже перебралась сюда. Павел считал свой замок неприступной резиденцией. До всех сторон была окружила вода. Спонтанка, бойка, дополнительно провели каналы. Мосты были тогда подъемными, на ночь их поднимали, и замок оказался на острове. Но, несмотря на мир этой неосторожности, самому императору Павлу суждено было в этом замке прожить всего 40 дней. Он был обед с заголовщиками прямо в собственной спальне. После его убийства замок был бы пусталом, никто из императорской семьи там просто не хотел больше жить. Позже в нем разместили инженерное училище. Отсюда еще одно название замка инженерный. Сейчас это один из филиалового государственного русского музея. Но почему резиденция Павла называется Михайловским, а не, к примеру, Павловским замком? Михаил Архангел, Павел считал своим единственным покровителем. В честь Михаила Архангела осветили домовую церковь. В честь него и получил название этот замок. Но мы с вами остановились. Правила движения не интересны только на дорогах. На реках и с каналах тоже существуют. Во-первых, ограничения по скорости не более 8 км в час по малым рекам и каналам. Но кроме того, перед каждым мостом мы должны пропускать суда, идущие сверху. Вот это мы сейчас и делаем.